Всем привет дорогие друзья с вами Саня и мастерская с вами с ключами набрал я вот таких вот всяких соединений для проводов ваговские тоже ваговские это съемные это не съемные обычные клеммы и проверим все соединения которые делаются между алюминием и медью то есть у нас будет соединение обычная скрутка скрутка через болт то есть через шайбу и соединение всех видов вот таких ну естественно нам для этого сначала надо все это дело собрать то есть каждую клемму соберем с одной стороны медь с другой стороны с другой стороны алюминий и подадим на них большой ток и посмотрим какая какая из соединений будет лучше то есть какая расплавится позже либо расплавится либо просто ухудшится соединение и они отгорят но я практически уверен что все соединения выдержат и у нас отгорит алюминий то есть вот здесь вот прямо у соединения между проводом и изоляции вот здесь вот он у нас и отгорит я практически уверен что на всех соединениях будет именно так но попробуем именно все все клеммы у нас примерно на фокусируется все примерно от 24 до 30 ампер ну вот и все то есть все примерно на 30 ампер поехали итак первое соединение это у нас обычный вот такой вот клеммник только его почистил и теперь он вот и здесь у нас время сколько он у нас будет гореть поехали и, для того чтобы она у меня, что ему при нестенько он может украсывал так что он у нас и будет удобно он 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 Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я сжег целиковый электрод То есть смотрите, что у нас Провода уже оплавились Но клеммник все еще держит Это у нас 120 ампер выдержал Поехали, сейчас повышаем до 170 Есть! Отгорело! Итак, первый у нас провод отгорел То есть клемма у нас вполне еще держит То есть сам провод хуже соединения, чем клемма Поехали дальше Следующее у нас соединение Это ваговское разъемное соединение Все то же самое Делаем соединение Включаем таймер И поехали Маленько назад Чтобы было видно провода Поехали Продолжение следует... Полностью электрод сжег Ваговская клемма все еще держит Правда провода уже практически все обуглились Есть, опять отгорел И опять у нас обгорел провод А не клемма Правда клемма у нас тоже сильно повреждена То есть смотрим Прям клемма сильно повреждена Все поплавилось Ну как бы она рассчитана на 30 ампер А мы даем 170 Естественно все оплавилось Но дело в том, что она оказалась Клемма прочнее Чем сам металл Кстати провод у меня новый То есть Который купил я буквально Вот только что Если бы провод был старый То может быть Он бы еще быстрее отгорел Итак Третье соединение Это у нас Вот такое соединение Тоже Фирма Ваго То есть Они засовываются туда И задавливаются Вот такой вот металлической пластинкой Точно не знаю Но Мне кажется Это самое худшее соединение Которое в принципе возможно Видно? Вот так Сбрасываем таймер Поехали Вот так Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите. Смотрите продолжение в следующей серии. Но оно уже отгорело. Точно так же отгорел у нас алюминиевый сам провод. Но клемма осталась целая. Ладно, поехали дальше. Итак, снова у нас ваговское соединение, неразъемное. Поехали. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Первая, у которой отгорел сам контакт у этого. Полностью расплавлено. И отгорел провод прямо у входа в этот. Самое плохое соединение пока. Ваговское неразъемное пока самое-самое плохое соединение. Так, следующее соединение. Так, следующее соединение. Болт. Через болт у нас медная, медный провод, шайба, алюминиевый провод. Точно так же. Поехали. Под Смотрим. Смотрите продолжение в следующей серии. где-то отгорело но точно не знаю где так давайте посмотрим вон она где отгорело то есть также провод у нас отгорел у соединения соединение через болт она даже не нагрелась она даже не нагрелась то есть она холодная сами провода расплавились а соединение осталось целым итак самое у нас простое соединение это обычная скрутка медь с алюминием но судя по всему у нас точно также отгорит сам провод где-то вот здесь вот у входа в скрутку поехали ну как я и сказал провод отгорел у нас прямо у входа в скрутку сама скрутка целая то есть горел сам провод у самого входа и так ребята вот такой результат мы получили думайте сами какую какое соединение использовать в принципе большой разницы я не увидел прямо гигантской между чем и чем использовать вот это самое плохое соединение ваговская неразъемная сам тоже худшее то есть вот это с этим делит последнее место первое место это болт с шайбой почему потому что на тупо отводит тепло и у вас охлаждается сама скрутка на кабель все равно не выдержит такого тока и здесь соединение то есть соединение крепче чем сам провод в принципе все кому понравилось такое видео естественно лайки кому не понравилось дизлайки комментарий мы все всем пока удачи 2 туза в раздаче всем пока пока